Сегодня решил провести одиночный пикет на Крымском мосту. Ну вы видите, да, там где-то посередине сейчас сижу, с баннером с большим. В поддержку Сергея Щербакова, которого ГБО автомобильной дороги лишает три месяца подряд заработной платы. Чтобы прерывать одиночный пикет на высоте около двух десятков метров, правоохранителям органам пришлось частично перекрыть движение по Крымскому мосту в центре Москвы. 20 декабря на балку моста взобрался пикетчик с плакатом «ГБУ Москвы. Хватит кошмарить Сергея Щербакова» и упоминанием YouTube-канала профсоюза учреждения «Автомобильные дороги». Эту акцию устроил глава независимого профсоюза Алексей Лушечкин. С моста его эвакуировали сотрудники МЧС с помощью автолестницы. Лушечкина задержали и обвинили в мелком хулиганстве. Это предполагает наказание до 15 суток ареста. На 26 декабря назначили суд. Полтора года назад, вспоминает Лушечкин, он с коллегами пожаловался на нарушение прав. Зарплату ниже обещанной, нарушение порядка начисления премий, а это большая половина всех выплат, тяжелые бытовые условия. Нас оставили без воды, мы теперь помыться не можем, потому что пожаловались начальнику, что у нас нет горячей. Теперь и холодной не будет. Водители объявляли голодовку, обращались в официальный профсоюз. Руководство обещало разобраться, но ситуация не изменилась, и сотрудники организовали независимый профсоюз. Решивших к ним примкнуть, рассказывает Лушечкин, начальники пугали штрафами и увольнениями. Для чего создается профсоюз? Для социального партнерства, понимаете? Это когда мы вместе налаживаем работу, но начальство не хочет с нами налаживать работу. Оно говорит, я буду командовать, а вы будете подчиняться. Всячески старается уничтожить наш профсоюз, задушить наш профсоюз. Именно профсоюз и всех лидеров, и кто находится в профсоюзе, их выводят в отдельные резервации, переводят, и потом доводят до увольнения неудобными графиками, лишением заработной платы, выдавая только один оклад. А у нас оклад 17 620 рублей. Самого Лушечкина выделили в отдельную автоколонну, изолировав от коллег. Ему запрещен доступ на другие объекты предприятия, а также оформлен персональный неудобный рабочий график. Регулярные наказания за минимальные или надуманные провинности, жалуется Лушечкин. Тем не менее, успехи у профсоюза есть. Например, водители добились выплаты премий по выслуге лет. Сейчас, по словам председателя, в организации более двух сотен участников. Они оспаривают незаконные увольнения коллег, добившись восстановления на работу и Сергея Щербакова. Это в его поддержку Лушечкин забрался на Крымский мост. Многодетного отца Щербакова, начальника первой автоколонны комплекса по перемещению транспортных средств, три месяца лишают полной выплаты оклада, выдавая лишь треть суммы. За полтора месяца, рассказывает Лушечкин, тот написал 45 объяснительных по малейшим провинностям. А проблемы начались после вступления в независимый профсоюз и отстаивания прав своих подчиненных перед вышестоящим начальством. Конфликт доходит до откровенных фальсификаций. Они взяли, у нас есть автомобиль один частичной погрузкой, вот, они взяли колесо вот это, которое на телевизорской подкатной, взяли, ножом разрезали, типа водитель порезал, он мне приходил, якобы доложил вечером, а я не принял меры, на следующий день он опять выезжал на линию и доложил контролерам, что у него резанное колесо, он не может выполнять задание. А водитель на самом деле вообще, я даже первый раз слышал, когда мне этот бумаг выдавили. Ладно, я-то виноват в чем-то был, я-то да, согласился. Ну, когда тебя одевают, непонятно за что. Щербаков запросил экспертизу прокола. На этом дело затихло. Он не смог прийти поддержать в суд коллегу Лушечкина. С работы его не отпустят, а за опоздание последуют самые жесткие санкции. Его начальник Владимир Винокуров отказался беседовать с «Радио Свобода», заявив, что у него нет ни с кем конфликтов. В пресс-службе автомобильных дорог подтвердили РБК, что Щербаков работает на их предприятии. Он регулярно, то есть ежемесячно, в срок без задержек получает заработную плату двумя платежами в соответствии с трудовым договором. Цитировало издание. Хамовнический суд переквалифицировал обвинение против Алексея Лушечкина на неповиновение представителю власти и оштрафовал на тысячу рублей. Иван Воронин, Никита Татарский, «Радио Свобода», Москва.